Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. И сегодняшний день я начинаю с того, что забираю лавра ЖД-перевозки. Сейчас встретил его на вокзале. Ну как встретил? Его на самом деле утром выгрузили, поставили. И я сейчас приехал, его забрал на эвакуаторе. Думал, может доехать своим ходом, а потом вспомнил, блин, у нас там с двигателем же проблемы. Его как бы можно там завести, выкатиться, но ехать куда-то нежелательно. В принципе, можно было доехать, но не стал, короче, уже мучить мотор. Он и так хорошенько поработал, чтобы завести лавра на тумбу. В этом плане, конечно, респект, что не подвел. В принципе, лавр не подвел нас. Да, были поломки, были проблемы со сцеплением, которые до сих пор остались. Например, если он постоит сутки, педаль сцепления просто опускается вниз. Также были проблемы с редуктором, с трансмиссией, да, можно сказать. Но это тоже мы, в принципе, там победили. Сейчас стоят 5-1 уши подрезанные. Вроде они сдюжили зацеп весь, который был, поэтому туда, наверное, лезть не будем. Лезть надо в сцепление и лезть надо, конечно же, в двигатель. Смотреть, что там с ним произошло. Вскрывать его по-любому, потому что в двигателе есть стружка. Стружка алюминиевого цвета. Скорее всего, не от вкладышей, потому что от вкладышей она такого медного цвета. Есть вероятность, что эта стружка идет от башки, а именно с распредвалов и с постельной распредвалов. Но, опять же, чтобы это подтвердить, надо разобрать двигатель и посмотреть. А еще, как вы помните, мы обнаружили болт в поддоне при смене масла. Этот болт со шторки. Там, получается, установлены противоотливные шторки, которые держались... Ну, одна шторка держится на двух болтах. Один болт раскрутился и остался в поддоне. Я так понимаю, примагнитился к магнитной пробке, которая была и которая хорошо, что есть там. Внешне болт не поврежден, а это значит, что его там нигде не перемололо по мотору и, в принципе, им ничего не повредило. Болт мы просто вытащили и, соответственно, эта шторка сейчас держится на одном болту. Она или там прикручена, или она как-то перекособочена. И как раз из-за этого глохла машина, когда были отливы масла. После того, как мы долили литр сверху, они перестали. Надо снимать поддон, а там у Лавра, чтобы снять поддон у РБ, там надо снимать или подрамник, или снимать мотор. Там не как у Джей Зета, есть маленький поддон, через который можно там доползти, посмотреть что-то. Там сразу вот большой поддон, который как раз-таки еще завязан на коробку. В общем, быстро это не делается, ну и, в принципе, сейчас самое время этим заняться. И, конечно же, мы хотели готовить Лавра к третьему этапу Сочи Дрифта. Но я сейчас объективно понимаю, что не зря я принял решение ехать на Сливе. Еще и поэтому, потому что до выезда на следующий этап осталось две недели. И, сами понимаете, за две недели это реально собирать его сейчас в пупыхах. Потому что пока снять двигатель, пока дефектовать все, пока дождаться запчастей. Отдать блок, бошку, все остальное на промерку, на станочные работы. Это все, короче, не быстро делается по опыту. И потом там собирать это в последнюю ночь очень бы не хотелось. Поэтому сейчас по плану спокойно заняться Лавром. Опять же, я все вам сообщу, что мы будем делать и как мы будем делать. Ну а у нас футбольные события продолжаются. 2 января английская премьер-лига. Матчестер Юнайтед против Саут Гептон. 22.00. Не пропускай этот матч. И, конечно же, регистрируйся с промокодом STILLOW, который даст тебе до 100 баксов на первое пополнение через Яндекс.Деньги, WebMoney и другие системы. Это спортивное событие и многие другие вместе с нашими партнерами OneX. Я приехал в Lucky Station. Здесь идут работы над Сильвией. Семен, привет. Привет. Сейчас только что рассказал что-то по процессам. Подготавливают машину, чтобы снять задний подрамник. Задний подрамник мы будем, получается, усиливать. Как я уже как-то рассказывал, здесь есть специальный такой кит. Пластинок ставится вот сюда, вот сюда, под рычаги. Короче, весь подрамник усиливается. И становится меньше вероятности, что его от мощности, от держака будет рвать. Как было это у нас вот здесь, вот здесь. Вы сделали кит пластинок? Да, но это уже готовый кит пластинок. Мы его просто скопировали. Это же коттедж. Вот, да. Поэтому мы его просто приварим сюда, покрасим подрамник в порошок. Ну и также поменяем кулаки на Сильвии. Надеюсь, это даст дополнительный держак. Я думаю, что даст. Да, по-любому, да. Не хотел я все ставить сюда, кулаки дорогие. Но, ладно, сейчас оно того стоит, я думаю. Мы проверили мотор на ней. А, да, кстати. Это была моя инициатива, залезть туда внутрь, посмотреть, как чувствует себя топ-столбик. И, в принципе, чувствует он себя достаточно неплохо. Там компрессия по один с половиной везде, утечки в пределах пяти процентов. Это вообще очень офигенно. Ничего нигде не задрано. Там, естественно, есть небольшие такие потертости на цилиндрах. Но, в целом, все ок. Поршни сейчас немножко в масле, из-за того, что машина давно не получала нагрузок. Постоянно ее перекатывала на холодную. Но ничего такого критичного мы там не увидели. Посчитали турбину, посмотрели. Тачка к соревнованиям готова. Мы зальем туда свежее масло, закрутим новые свечки. И единственное, что еще мы сделаем, это зальем полиуретан новый в опоры двигателя. У нас постоянно есть проблема с опорой двигателя, которая находится там внутри коллектора. И она плавится. И сейчас видно, что она тоже опять тут просела. Поэтому у меня дом туда запрессован в северном блоке, как обычно покупной мы делали. Я договорился там с ребятами из домино, чтобы им отвезти, и они за два дня там... Зальют? Да, зальют целиковый северном блоке. Ага. Полиуретан. Я такого не слышал. Да, вот так. А реально она опять исходилась? Ну, она, да, она просела, видимо, из температуры. Но когда ее снимем, я тебе скину фотку. Понял. Ну, я видел, что ты показывал, что свечи такие ржавые немного. Свечи, да, их постоянно затапливало, они ржавые снаружи, но изнутри видно, что они там, ну, возможно, залиты были несколько раз. Я даже не помню, когда мы их на трейдере раз меняли. Ну, мы их достаточно давно меняли, но пробег, конечно, на них не очень большой. Да, это в трейдере на трейдере. Тоже на трейдере пробег. Трасса на стейджу. Это на твое стейджу? Да. Красивая. Да, еще шутган. Реально красивая, клевая. Ты заметил, что две гафе? Заметил, а зачем? Ну, потому что будет шутган прямой, и когда ты касаешься стены, чтобы трассу... А, понял. Короче, ты уже подготовился сносить его. Ну, блин, всякие бывают. Ясно. Мы, кстати, мне выхлоп тоже доработаем, договорились. Да, естественно, мою банку эту титановую стюлю. Снимем титановую банку и сделаем туда такой небольшой отросток, как-то... Снижай, как-то назвать? Отвод вниз. Отвод вниз, да. Слушай, отвод вниз, я хотел с тобой поговорить. А можно его сделать красивым? Или давай я где-нибудь его сделаю? А что значит красивым? Это когда не просто вот так вот, а когда из текста сделано? Да, мы можем сделать, там проблема. Отлично. Просто, когда он просто, он не очень смотрит. А вот когда из текста сделано, он красивый. Разобрали уже редуктор полностью. И идет обварка. Стоковая блокировка. Смотрите, это, короче, кубок за первое место в Сочи Дрифт Челлендж. Спасибо, спасибо. Там получается, чтобы блокировку заварить, надо сначала подварить, ты говорил, потом вытащить. Да, ставить точки. Потому что если ты ее просто разберешь, сателлиты могут немножко съехать и привод потом не вставишь. Поэтому, когда редуктор в сборе, ставим точки сварочные, потом разбираем. И уже, получается, это все имеет свою форму, обвариваем, и потом все нормально собирается. А это что за свап-комплект? Это пришел двигатель на красном Mitsubishi GTO, который здесь стоит. Надо разобрать этот двигатель, надо разобрать двигатель, который стоит в машине, и собрать туда один нормально, если всего этого делать. А сверху пришли кулаки лежат, мы копии Максов делаем этот заготовок. А, передние? Да. Зацените, как контрактно срезают кулаки. Просто, ну, точнее, не кулаки, а рычаги срезают. Да. Просто пофиг. Блин, эти рычаги можно было продать. Причем они реально уже негодные остаются, ни туда, ни сюда. И они все так срезаны практически. Так, а я тебе еще раз скажу, один вон на литр, нехтановский. Суппорта, диски, мы отсюда снимаем и выкидываем нахрен в металл, потому что это никому не нужно. А, атма, да? Суппорта, но не нужны никому, поэтому это все просто идет в мусор. И все продают в сборе с суппортами, потому что, ну, отдельно суппорта не продать, и это идет одним узлом. И стоит очень недорого. Ну да, это получается атмотормоза. Видите, атмосуппорт, атмодиск тормозной. Мои партнеры OneX сделали вот этот QR-код. Обязательно им пользуйся и регистрируйся с моим промокодом стилов, который даст тебе до 100 баксов при пополнении любой системой. Смотри футбол вместе с OneX, а мы продолжаем. Все стилочки внизу. Так, а тут подрамник со сливой снят. Что там, она не сгнила? Не, нормуль. Как раз поменяем сайлендблоки. Это хорошо. Да, вместе с опорами поездим. Хочу напомнить, зачем мы меняем редуктор в сливе, потому что здесь и так стоит редуктор уже от ГТРа с ушами 6.1, но с парой 4.1. А там будет под мою коробку идеально, ну, во всяком случае, я так просчитал, что идеально будет пара 3.7. Как раз-таки такой редуктор я купил себе уже на новую сливу. Поэтому пока его сюда подкинем, ну и затестим. Как раз с ним надо было провести работы, заварить его. Вот это сейчас все сделается, и он встанет сюда. В прошлый раз, когда мы снимали подрамник, уже установили сюда вот эти алюминиевые сайлендблоки. Я забыл, как называется, если честно. Чтобы подрамник никуда не гулял. И был жестко сцеплен с кузовом. Я сейчас приехал в БГТ забирать тундру. Она готова, сказали. Так, я уже в тундре. Здесь, значит, сделали все по работе с кондиционером. Вот были проблемы. Как раз то, что появился лютый запах. Точнее, он все появлялся больше и больше. И в какой-то момент я понял, что с этим надо точно что-то делать. Стал гуглить эту тему. И оказалось, что действительно, неважно, какая машина старая, там, новая, могут быть проблемы вот именно с системой кондиционирования, что там скапливаются какие-то бактерии, скапливаются какие-то там неприятные запахи. И пахнет, знаете, мокрой тряпкой, которая лежит очень давно где-то. Вот именно такой запах шел из воздуховодов. Поэтому я даже печку в последнее время вообще там даже не врубал. Когда мы были в Сочи на тундре, парни тоже это очень заметили. Вот, поэтому я себе поставил задачу, что как только приеду, сразу надо этим заняться. Когда приехал, созвонился с БГТ, спросил, есть ли у них оборудование для этого. И так повезло, что оно реально есть, и вот сделает за пару дней. Плюс еще посмотрели мы мультимедиа, она немножко начала шипеть, когда AUX включаешь. Ну, ничего не включено еще, а она шипит. Сейчас вот это все тоже убрали. Конечно же, сразу затестим. В прошлый раз реально воняло, теперь не воняет. Это очень хорошо. У кого тоже такая проблема появилась или начинает появляться, не затягивайте. Вот, иначе просто будет это грозить неприятными запахами и, возможно, даже заложенностью носа. Я это узнал после того, как прогуглил это все. Ну и кому будут интересны такие процедуры, стилочку на БГТ оставляю в описании. Обращайтесь. Ну, а также, конечно же, самый их конек это мультимедиа. Вы постоянно видите, что я смотрю YouTube. И вот это как раз их рук дело. Много всяких андроидных функций, но больше всего я пользуюсь YouTube. Слушайте, я тут еще заметил один сюрприз, подарок от БГТ. Они убрали вот этот провод от регистратора туда, прямо завели его в тачку. Раньше он висел, вот так вот тут в прикуриватель шел. Здорово. Это приятный бонус, спасибо. Мне сейчас позвонил Дима из БГТ, сказал, что они еще почистили передние сидения. Я что-то сразу не заметил. Действительно чистые. Круто. Я приехал в Бус Моторс. Серега тут меня встречает. Хотел подснять, как идет сборка GZ. Пархо встречает. Георгий встречает. Хотел показать, на самом деле, как идет сборка GZ. Потому что периодически мы возвращаемся к этому вопросу. И здесь все почти готово. Впускной коллектор уже накинут. Вместе с форсунками. Лапы даже накинуты. Подушки мои. По-моему, это Казама. Осталось только вот подон накинуть с маслоприемником. Не знаю, маслоприемник парни нашли или нет. Надо будет уточнить. И помпу. Напомним, что маслонасос свежий. В принципе, весь двигатель там внутри свежий. Открашено. Все по красоте собирается. Вернулся в Lucky Station. Сейчас вот смотрю блокировку, которую заварили. Она уже в собранном виде. Со всех сторон ее обварили. Получается с полным разбором. Так гораздо надежнее. Можно было еще обварить чисто через окошки. Но это считается не очень надежно. Не знаю. Решили сразу сделать нормально. Потому что эта блокировка пойдет еще и на просливу. Вот, кстати, уши вот так вот выглядят. У-6-1. Ну и корпус редуктора, по-моему, там стандартный R200. Он везде одинаковый, по сути. Я так понимаю. Кулаки уже подготовлены, чтобы заинсталить их. Здесь, получается, у нас ГТР-ступица. Точнее, ГТР-подшипник. Кулаки, кстати, на ШС-ах. Приехал сейчас в свой гараж. И здесь у нас новое поступление ЗИПа. Забрал у Семена все, что было мое, скопленное за года. Частично со склада, частично то, что сейчас сняли. Например, стойки, редуктор, кулаки. Узнаете баллон? Семен сказал, он еще заправленный. Ну-ка. Воу! Щит. Нормально. У меня тут настоящий коробочный ЗИП. 154-я. РБшная коробка. Впускной коллектор JZ2-го. Открашенный. Когда-нибудь, я думаю, пригодится. Ну и так, по мелочи, мои старые стойки. Ну как старые, которые будут стоять на сливе. Я как раз их отмою. Посмотрю, что там стало с аэркапами. Это, кстати, аэркапы. Кто забыл, как выглядят или не видел. Это те штуки, которые как раз-таки поднимают тачку. И надо заменить здесь картридж. У меня куплены уже давно картриджи для занижения. Здесь не хватало немного картриджа, чтобы нормально дропнуть тачку. И чтобы пружина была поджата нормально. Поэтому разберу, все отмою и поменяю картриджи. На новых стойках, которые сейчас мы ставим в Весихе, слива, получается, не будет подниматься. Она будет всегда в статике. Но это как бы особо там и не надо будет. Да и плюс сами аэркапы, сами стаканы, они делаются индивидуально под шток. Здесь я замерял стойку, чтобы мне под именно стойку делали вот эти аэркапы. С них уже сняты стаканы. Там поставят новые сайлентблоки, которые уже износились. Здесь коллекция жиклеров для закиси. Семен рассчитывал, какие жиклеры, на какую мощность. Максимальная мощность 375 сил. Жесть. Мне кажется, мотор там сразу разорвет. Мы-то и то рискнули. Мы поставили даже не 50, даже не 100. Мы поставили, по-моему, 225 или 250. И то это очень много. Надо было ставить типа плюс 75 сил, и было бы нормально. Адекватно. Мы решили бахнуть так бахнуть. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели этот видос. Спасибо тем, кто поставил лайк, написал коммент. С вами был Серега Стилов. Стройте тачки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok